Ребят, всем привет, с вами Джамбу Макс, и в этом видео я хотел бы посмотреть на кое-какую ситуацию, связанную с Next Gen'ом. Видос будет интересный, а для тех, кто не знает, как нас дурят, он будет просто мега интересный. Перед началом видеоролика хотел бы вам порекомендовать вот этот вот телеграм-канал, в нем вы найдете кучу контента про игровые консоли, а также розыгрыш PlayStation 5, ну мало ли повезет. Ссылочку оставлю в описании, поэтому подписывайтесь. И давайте начнем. Кстати, если вы вдруг будете согласны с моей позицией, то влепите жирный лайк. Начнем с того, что недавно нам показали разницу между версиями нового и старого поколения в игре 2K NBA 21. Если посмотреть на этот видос, то в принципе отличия видны невооруженным глазом, так как все блестит, отчетливо виден пот, то есть объективно разница реально есть. Но проблема заключается в том, что если вы не знали, как выглядели прошлые части, вы всему этому поверите и скажете, вау, действительно круто. Четко, умеете, могете. Беру новую консоль. К сожалению, если не торопиться и посмотреть на то, как выглядели прошлые части, вы поймете, что нас капец как дурят. Да, в плане технологий может быть каких-то отражений, действительно будет разница, но она не такая глобальная, как нам показывают. Посмотрите на то, как выглядит NBA предыдущего года. А теперь на версию PS4 NBA 21. Это тупо даунгрейд. Тупо топтание на месте, показывая, будто это нереальный шаг вперед. Просто знаете, те, кто не играли в эту серию игр, реально скажут типа, вау, некс-ген. Нет, по сути, его особо не видно. И чтобы его показать, просто урезали графон в восьмом поколении. Посмотрите, какая разница. Я понимаю, что это бизнес, типа нормальная практика. Я понимаю, что это просто люди зарабатывают деньги на таких вот уловках. Но на мой взгляд, это какое-то неуважение к своим фанатам, что ли, когда просто идет вот такая вот дичь. Да, по сути, тут обмана нет. Вот здесь вот так вот игра выглядит, вот здесь вот так. Как бы ваше право покупать или нет. Но опять же, это как минимум неуважение для игроков, которые играют уже не первый год и ждут чего-то нового. И самое обидное то, что цены-то растут. И каких-то нереальных изменений и скачков вперед, к сожалению, почти незаметно. Сейчас камень в огород я кидаю, в принципе, не только туки, а практически всем, кто делает игры. К сожалению, на мой взгляд, у нас такая ситуация, что консоли стали мега мощными, если сравнить с седьмым поколением. Но сами игры, они стали будто хуже. Или все еще топчутся на месте. Разрешение и количество кадров растет, спору нет. Но красота картинки не уходит далеко вперед. Да, есть игры, показывающие эталон качества графики, технологии, оптимизации. Но в большинстве своем, разработчики делают просто хитрее, дабы поменьше вложиться, поменьше поработать, но побольше приобрести. И знаете, данная проблема, по сути, заключается в нас самих же. Мы все это покупаем и покупаем даже очень здорово. Посмотрите на фифу. Каждый год ее хейтят за то, что там ничего не поменяли. Да, кое-что там меняет, но это больше похоже, наверное, на какие-то обновления в балансе, нежели на полноценную новую игру. Несмотря на то, что ее все хейтят, она в топе продаж. Ее просто сметают с полу. Давайте посмотрим на переиздание. Тот же Crysis. Как по мне, игра вообще не нуждалась в переиздании. Плюс на первых этапах она вышла очень сырой, что на мощной консоли Xbox on X испытывала нереальные проблемы. Посмотрите на ремейк Mafia. Игра хорошая, интересная, спору нет. Но если посмотреть объективно, она не доведена до идеала. Там много недоработок, всяких багов. Ну вот, ну реально портит впечатление от игры. Да, тут можно обосновать, блин, ну она как бы не 60 баксов стоит. Но лично, как по мне, лучшая игра стоила бы 60 баксов. И она будет сделана как положено, нежели в атаку. О переизданиях и ремейках это вообще на самом деле отдельный разговор. Поскольку это просто высасывание денег из бренда. Тупо старые идеи и концепции игры, но в новом исполнении. Знаете, над ремейком хоть как-то работает, но переиздание это вот вообще капец. И самый прикол, что люди радуются и радуются даже больше, чем иногда новым проектам. Помню, как переиздание Биошока сделали, просто как по мне плюнули в лицо своим фанатам. Прям вот капец как. Тупо завезли текстуры и все. Больше ничего не сделали и даже отрубили возможность стримить игру на консолях. Но зато сделали себе продажи и деньги. Я прекрасно понимаю, что это бизнес, но это как минимум неуважение к своим фанатам. Просто такое ощущение, что мы живем во времена, ой, потом допилим и так все купят. Кучу проектов выпускают тогда, когда они в принципе еще не доделаны. Я понимаю, что это как бы такая стратегия, но раньше такого не было. Делали игру и она без каких-либо проблем просто работала и ты получал удовольствие. Сейчас же вот так. Я не знаю, как будет с другими играми, но кроме как, наверное, количество кадров и разрешения, ждать чего-то не стоит. Я лично все еще надеюсь и, наверное, ставлю ставки на трассировку лучей. Но глядя вот на эту вот ситуацию, проще, наверное, просто урезать версию для старых консолей, нежели париться над новой и сказать, что это просто Next Gen. Еще вся интересность Next Gen заключается в том, что некоторые разрабы, вот эти вот такие вот улучшения, как вот в этой игре, они продаются наценкой. Мол, хочешь версии для Next Gen, с отражениями, плати. Я прекрасно бы понял, если бы это действительно был шаг вперед. Но тут даунгрейд на старых консолях плюс 10 баксов за якобы Next Gen. Также, мне кажется, проблема еще заключается в том, что сейчас в индустрии работают те, кто не особо хочет играть или хочет создавать игры, а те, кто просто хочет их побольше продать и больше заработать денег. И знаете, в принципе, с этим они хорошо справляются, глядя по продажам. Возьмите тот же PUBG. Это явно пример эталона, как продать недоделанную игру, но с хорошей идеей. Жанр клевый, но реализация на первых этапах просто жуть полная. Но все схавали, играли, радовались, платили. О чем говорить вообще, если я сам ее купил за 2К на старте на Xbox One. Это, ну знаете, по-моему, самая дебильная моя покупка. До сих пор жалею. И это, в принципе, показатель того, что не обязательно делать какие-то крутые игры и идти нога в ногу с прогрессом. Нужно просто очень грамотно распиарить игру, чтобы просто у всех возникало желание поиграть и все. Но, несмотря на это, я все еще верю, что кто-то не отойдет от своих принципов делать качественно. Я все еще верю в Rockstar, в тех, кто делает Cyberpunk. На 100% доверяю тем, кто делает Last of Us, Uncharted. Поскольку они всегда в новой игре делают шаг вперед. И каждая новая игра заставляет сказать, вау, это действительно круто, это действительно экс-ген или какой-то прорыв. Да, я понимаю, что каташка продается уже какой год, будет продаваться еще в новом поколении. Но, так или иначе, я им доверяю, потому что они все-таки могут в качество. Также, как мы обсуждали с Виджиллом, кстати, подписывайтесь на его канал, ссылочку также оставлю в описании. Проблема заключается еще в том, что игроков стало очень много. И, то есть, если компания топчется на месте, многие этого не замечают, поскольку им не с чем сравнивать. И они довольны тем, что показали. К примеру, если парень возьмет на экс-ген консоль, купит туда вот это вот NBA, и не будет знать, как выглядела предыдущая часть, то, в принципе, он будет рад. Вы, конечно, можете со мной не согласиться, но очень много кто не понимает ни в консолях, ни в играх, и им не с чем сравнивать. Они просто клюют на рекламу, и компания этим пользуется. Ведь кому хочется потеть и работать при условии, что ты можешь выкатить такое себе и заработать еще больше. Да, я понимаю, что это лишь часть примеров, и лучше посмотреть по факту, но пока ситуация такая, и она не особо радушная. На этом, в принципе, все. Обязательно напишите свое мнение в комментариях, как вы на это все смотрите, нравится ли вам такой вот экс-ген. И если вам понравилась моя позиция, то прожмите лайк, подпишитесь на канал, и спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok